Я приглашу Елену Александровну. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Поставьте, пожалуйста, несколько плюсов. Хорошо ли меня слышно? Я очень волнуюсь, что у меня с микрофоном. Спасибо большое. И у меня сразу просьба небольшая организационного характера. Если по ходу вебинара у вас появятся какие-то вопросы, пишите их, пожалуйста, во вкладку «Вопросы». Я буду рада после вебинара ответить или обсудить с вами какие-то темы. Во время доклада я не смогу читать и отвлекаться, поэтому, пожалуйста, пишите в нужную вкладку. Тема «Альтернативная и дополнительная коммуникация» – это тема, которая лично мне очень интересна. Я очень рада, что есть люди, которым она также интересна, как и мне. Я надеюсь, что здесь присутствуют и специалисты, и родители. И я представлюсь. Я по образованию логопед-дефектолог и специалист по прикладному анализу поведения. Работаю я в Европейском медицинском центре УКМК «Здоровье». Это город Екатеринбург. Занимаюсь я коррекцией поведения, речи и интеллекта. Работаю с детьми со сложными, сочетанными дефектами. Ну и иногда, в том числе, и со взрослыми. Почему тема «Альтернативная и дополнительная коммуникация» кажется мне вообще крайне важной? Почему я предложила провести вебинар по этой теме? Достаточно часто в своей практике я встречаюсь с детьми, которые много лет находятся в коррекционной работе. И логопеды, психологи, другие специалисты, которые работают с ребенком, они прикладывают совершенно гигантские колоссальные усилия для того, чтобы сформировать в ребенку вокальную речь, звучащую речь. И часто бывает, что, к сожалению, в силу физических ограничений ребенка, вокальная речь у него либо не появляется, либо появляется в крайне ограниченном объеме. И получается, что ребенок или взрослый становится крайне ограничен в возможности выражения своих желаний. Эта ситуация, мне кажется, по крайней мере, очень нечестна по отношению к этим людям, потому что если человек, например, плохо видит, то ему надевают очки. Если человек плохо ходит, то у него есть возможность пользоваться, например, инвалидной коляской. Почему человек, имеющий, скажем, ограничение артикуляции достаточно выраженной или ограничение другого характера, не может пользоваться ничем. И в свое время меня, когда я получала образование как логопед-дефектором, действительно, этой теме не учили, по крайней мере, в то время, когда я училась. Это было, конечно, достаточно давно. Может быть, сейчас уже есть соответствующие курсы. Но мне кажется, очень важным, чтобы специалисты, которые занимаются коррекцией речи, развитием речи и вообще занимаются с детьми, имеющими выраженные речевые нарушения, владели информацией по введению методов альтернативной коммуникации, вообще знали, что это такое. И я надеюсь, что после этого вебинара вы, по крайней мере, получите очень общее, конечно, представление, но поймете, где можно хотя бы эту тему посмотреть в дальнейшем. Несколько понятий, которые я бы хотела объяснить перед тем, как начать собственное изложение темы. Первое понятие – это речь. Очень часто родители обращаются с запросом именно на речь. То есть они говорят, мы хотим, чтобы он заговорил, мы хотим, чтобы ребенок начал пользоваться речью. Итак, что же такое, собственно, речь, если говорить о самом определении? Прежде всего, речь – это вокальная или звуковая трансляция языка. И когда мы оцениваем речь ребенка, именно речь, то мы оцениваем физическую способность произносить отдельные звуки, способность производить их плавно, в нужном ритме, оцениваем звуковое качество звучащей речи, соответствие возрасту и полу ребенка и так далее. Итак, речь – это именно про возможность звучания. Следующее понятие – это понятие язык. Язык – это система символов, причем символов любых, например, слова и жесты тоже к ним относятся, которые организованы по определенным правилам и которые используют для передачи сообщений. Именно язык позволяет нам общаться. Можно владеть языком, при этом не владея речью. Характерный пример – это использование языка жестов, когда есть система символов, которые управляются определенными правилами и которые используются для передачи сообщений. Обратите, пожалуйста, внимание, в данном случае мы не говорим о речи, мы говорим только о языке. И третье очень важное понятие – это, собственно, понятие коммуникации. Коммуникация – это процесс передачи сообщения в форме, которая доступна для других людей. При этом коммуникацией можно пользоваться, не владея речью или не владея языком. Ну, например, вы сошли с самолета в стране, язык которой вы не знаете совсем. Встречаете человека и хотите спросить у него, где можно поесть. Вы можете показать жест любой. Вы можете нарисовать что-то. Но в любом случае коммуникация состоится, и человек, вероятнее всего, вас поймет. Итак, коммуникация, строго говоря, может быть не связана ни с речью, ни с языком. Ну, и главный лозунг – коммуникация прежде всего. На мой взгляд, самое главное, что мы должны делать, когда мы начинаем работу с ребенком или взрослым, который не говорит, с человеком вообще, у которого есть тяжелые нарушения речи, необходимо дать ему возможность нам сообщать о своих желаниях, потребностях и так далее. По многочисленным данным исследований, как только у человека появляется возможность коммуницировать, у него уменьшается нежелательное поведение. Как правило, это связано с тем, что очень часто нежелательное поведение становится формой коммуникации человека, который не имеет больше других способов, для того, чтобы сообщить нам о том, что он не хочет заниматься, что ему жарко, холодно, что у него болит голова и так далее. Как только у человека появляется возможность сообщать каким-то более социально приемлемым способом, и мы эту возможность поддерживаем, как правило, нежелательное поведение значительно уменьшается. В качестве способов коммуникации можно использовать предметы, жесты, электродные устройства, алфавитную коммуникацию и так далее. Я подробнее расскажу чуть позднее. И еще два понятия, на которых я бы хотела остановиться. Это альтернативная и дополнительная коммуникация. Альтернативная коммуникация – это все виды неголосового общения. Она, естественно, становится приоритетом в случае, если у человека нет устной речи, то есть он не может звучать по каким-то причинам. Дополнительная коммуникация используется, когда устной речи недостаточно. Ну, в качестве примера, например, можно рассмотреть случай, когда человек имеет достаточно серьезные физические ограничения и в собственной звучащей речи владеет, ну, скажем, простой невнятной фразой, которую хорошо понимают родственники, знакомые. Но для того, чтобы заказать что-то в кафе или сделать покупку в магазине, он пользуется электронным коммуникатором. Вот это будет дополнительная коммуникация. Или еще один случай, который мне рассказывала супервизор вот на последней как раз встрече, о том, что у них, например, есть девочка-подросток и в случае сильного стресса она теряет возможность разговаривать, то есть она не может пользоваться речью. Ее научили в этом случае писать смс-сообщение. То есть это тоже в случае дополнительной коммуникации. Виды коммуникации. Ну, критерии успешной коммуникации – это, конечно, то, что нас поняли, и ребенок или взрослый использует слова или другие символы, которые понятны другим людям. И четыре основных варианта формы – это устная речь, язык жестов. Это система альтернативной коммуникации, там, где нужно выбрать или обменять карточки. К ним же относятся коммуникационные устройства с синтезаторами речи. Это предметная коммуникация, там, где нужно выбрать предмет. И да-нет коммуникация, там, где используется выбор какого-то символа или, например, кнопки, которые обозначают да или нет. Еще один вид коммуникации – это алфавитная коммуникация. Относится письмо, печать, показывание слов и так далее. Ну и, безусловно, устная речь является конечной целью нашей работы. Самое значимое ее преимущество – это то, что ее использует огромное сообщество, то, что устную речь использовать очень быстро, потому что нам, по сути, нужна только работа мышц для того, чтобы пользоваться устной речью. И с этой точки зрения речь является самой простой для освоения формой коммуникации. Рассматривать формы альтернативной коммуникации я начну с языка жестов. Классические жесты делают руками, и для каждого объекта существует свой жест или слово. Отдельно я вынесла такой жестовый язык так дактиль. Это жестовая азбука, то есть алфавит, каждая буква которого показывается с помощью определенного жеста. Какие есть преимущества при использовании языка жестов как системы альтернативной коммуникации? Ну, во-первых, жестовому языку часто обучать может быть проще, чем вокальные звучащие речи, потому что многие дети невербальные, часто не могут повторять звуки и слова, но, как правило, могут повторять движения. При этом учить повторение движений также может быть проще, потому что мы можем использовать физическую подсказку, то есть мы можем физически показать жест и помочь ребенку его сделать. Когда мы обучаем вокальной речи, у нас такой возможности нет, мы не можем это сделать за ребенка. Жесты часто очень похожи на действия с предметами, которые они обозначают. Например, жест-карандаш. Поэтому ребенку, как правило, легче запомнить жесты, например, по сравнению со словами. Многие специалисты, которые работают, я думаю, сталкивались с тем, что ребенок не запоминает слова, потому что у него не формируется связь между вот этим предметом-карандаш и словом, который его обозначает. Обучение языку жестов может позволить избежать неприятных переживаний, которые связаны с неуспешными попытками обучения вокальной речи, которые уже предпринимались ранее. Также жесты не требуют применения внешних механических средств, могут использоваться в любых обстоятельствах. Жестовый язык поддерживает очень большое сообщество. И там всегда можно найти учителей, можно найти материалы, в видеопособия, исследования и так далее. Это тоже очень важно. И одно из главных преимуществ – это то, что язык жестов, как и устная речь, это топографический язык. Топографический язык – это язык, в котором реакции разной топографии, то есть разные формы, имеют разное значение. То есть для каждого объекта или действия есть свой жест. И это делает язык жестов очень похожим на вокальную речь, когда у нас слово обозначает разные предметы и действия. И это разные слова. То есть в языке жестов и в вокальной речи реакции разные по топографии, то есть они разного вида. Как можно стимулировать вокальную речь с помощью языка жестов? Если учитель сопровождает свой жест речью и при этом поощряет повторение ребенком слова, причем это может быть приближенное слово, какая-то попытка повторения, то ребенок запоминает конкретные слова в связи с конкретным жестом. И особенно если это успешное взаимодействие, например, это была просьба, и ребенок что-то за это получил. В таком случае жест помогает ребенку вспомнить слово. То есть жест может использоваться как подсказка. Есть немножко другой подход, я думаю, что логопеды, знакомые с методикой территории речи, хорошо ее знают, когда жест связывают со звучанием, с каким-то конкретным звуком. И ребенок запоминает непоследовательность звуков в слове, ему по разным причинам это может быть трудно сделать, а последовательность жестов и связанные с ними звуки, поэтому у него потом получается воспроизвести слитно в слове и не запутаться, наконец, запомнить звуковой облик какого-то конкретного слова. Недостатки языка жестов. Их немного, но они, на мой взгляд, очень весомые. Во-первых, это то, что и родителям, и педагогам необходимо обучение языку жестов. И в начале обучения может быть даже и достаточно небольшого репертуара жестов, но тем не менее их все равно нужно осваивать. То есть нужно этому обучаться и нужно обучаться всей семье. Потом при введении языка жестов как альтернативной системы коммуникации обязательно должна быть создана жестовая среда. То есть взрослые тоже должны начать дома пользоваться жестами, чтобы ребенок видел, как использовать жесты и мог включаться в диалоги взрослых. И при введении языка жестов как альтернативной системы коммуникации, соответственно, препятствия такие, как недостаток возможностей к обучению, нехватка ресурсов, может быть смена педагогов, а педагогам тоже нужно осваивать жесты, часто препятствуют введению именно этой системы как основной альтернативной коммуникации. Еще один ненастаток. Как я уже проговаривала, язык жестов это топографическая система, поэтому может возникнуть необходимость формировать каждую реакцию или каждый жест отдельно. Ну и использование жестов при общении с друг другом, я уже тоже проговаривала, это очень важное, к сожалению, часто очень весомое препятствие к введению этой системы. Почему могут возникнуть затруднения при введении языка жестов как альтернативной системы коммуникации? Часто выбранные для начала обучения жесты не являются просьбами. Я здесь не буду останавливаться, почему всегда обучение речи или введение альтернативной системы коммуникации. Мы начинаем именно с жестов. Люди, которые знакомы с понятией, с концепцией вербального поведения скиннера, я думаю, что хорошо меня понимают. Если вам эта тема интересна, вы можете просто более подробно потом почитать или посмотреть. Или посмотреть вебинар, который у меня был, наверное, полгода назад. Он называется «Вербальный поведенческий подход к формированию речи». Еще одной ошибкой при введении жестовой системы коммуникации может быть то, что для начала обучения выбирают слишком сложные жесты, ребенку непонятные, такие как «Еще», «Пожалуйста», «Спасибо». Жест «Еще» является очень общим. То есть он показывает, что требуется продолжение деятельности. И ребенок, когда этот жест запоминает, он может начать его использовать вне контекста. То есть, например, едет в машине и показывает вам «Еще». И непонятно, что еще. То ли конфету еще, то ли песню еще, то ли ехать еще. И может возникнуть нежелательное поведение, в том числе из-за того, что ребенка опять не понимают. Он показывает жест, а вы его не поняли. Поэтому первые просьбы, жесты, должны быть связаны с однозначными и очень важными для ребенка стимулами. Еда, музыка, мяч, щекотать. Вы должны легко эти жесты понимать. Еще одной ошибкой является то, что выбранные для обучения жесты могут быть похожи друг на друга. Например, два жеста «Есть» и «Пить». Ребенок может показывать их очень неточно или вообще начать перебирать, подбирать, на какой жест вы среагируете. И недостаточное количество обучающих проб тоже может быть препятствием к тому, что ребенок затрудняется в освоении языка жестов. Следующая ошибка – это зависимость от подсказок. Очень часто жест. Мы подсказываем его подсказать очень легко, даем какую-то модель, и потом не следим за тем, чтобы быстро эту подсказку убрать. В результате ребенок привыкает, что ему нужно подождать ваши подсказки. Работа может идти долго на одном уровне без развития программы. Или у ребенка, например, нет сообщества, в котором он может применять жестовый язык. То есть он у него остается нефункциональным, он никак не подкрепляется. Следующая система альтернативной коммуникации – это система альтернативной коммуникации с помощью карточек. Они предполагают выбор указывания, прикосновения, взгляд или обмен рисунка или графического символа или изображения на электронных устройствах, которые генерируют речь. Это очень эффективная система. Есть много исследований, которые показывают, что дети быстро эту систему осваивают и начинают ее действительно использовать для коммуникации. И в настоящее время эта система очень распространена. Специалисты очень часто именно ей отдают предпочтение. Ну и здесь я очень коротко скажу про предметную коммуникацию, потому что я отдельно выделять ее не стала и рассказывать про нее тоже. При предметной коммуникации мы учим ребенка показывать или обменивать предмет-заменитель, не карточку. Если у ребенка возникают трудности с тем, чтобы выбрать, например, нужную карточку среди множества изображений. Но принцип сам будет тот же. Преимущества какие? В том, что прежде всего не нужно учиться, чтобы понимать, что нам хочет сообщить ребенок, как это происходит при применении закажистов. Потому что карточки, как правило, просты для понимания, еще сопровождаются подписями. Если это какой-то символ, который вы видите первый раз, вы, как правило, тоже можете догадаться. То, что обучать применению этой системы коммуникации тоже достаточно просто. Для этого необходим просто навык ребенку соотнесения карточки с образцом. И не требуется формирование отдельных реакций для каждого объекта или действия, как в языке жестов, где мы будем отдельно разучивать разные слова, отдельно разучивать разные действия. Здесь мы учим ребенку просто одному действию. Он должен, например, дотронуться до карточки или снять карточку с коммуникативной книги и передать ее слушателю. При серьезных моторных нарушениях это крайне важный навык. Недостатки системы альтернативной коммуникации с помощью карточек. Первый и самый главный и очень серьезный недостаток то, что они требуют внешней поддержки. Необходимо наличие карточек, коммуникационных устройств или других вспомогательных средств для того, чтобы коммуникация состоялась. Если у ребенка рядом в доступе оборудования нет, то у него нет возможности сообщить вам что-то. Сложность передачи значений некоторых слов в виде изображения или символов. Но, как правило, это касается уже более продвинутых пользователей этих систем, когда необходимо вводить какие-то абстрактные понятия. Это ограничение объема коммуникативной книги или доски. По мере того, как развивается словарный запас ребенка, как у него появляется потребность сообщить вам все больше, нас начинает физически ограничивать тот объем, который есть. Это необходимость находиться в непосредственной близости от слушателя, с которым происходит коммуникация. И еще одна проблема – это проблема скорости коммуникации. Потому что ребенку необходимо выбрать карточку, показать на нее или обменять карточку. И, конечно, это занимает больше времени, чем произнесение слов или демонстрация какого-то жеста. У некоторых детей, у которых трудности возникают с тем, чтобы подождать, с тем, чтобы потерпеть немножко до того, как их желание будет исполнено, эта проблема тоже может вызывать нежелательное, например, поведение. Следующим недостатком является то, что карточные системы предполагают поведение, то есть коммуникацию вербальную на основании выбора стимулов. И могут быть для некоторых ребят сложнее в освоении. Например, для ребят, которым трудно рассматривать большие визуальные поля, которым трудно выбирать нужные карточки. Про абстрактность символов или знаков я уже упоминала. И нет однозначной связи стимула и реакции, как в устной речи. Когда слово связано с конкретным объектом, или жест жестовой речи связан тоже с конкретным каким-то объектом, здесь везде будет одна и та же моторная реакция. То есть система устроена просто по другому принципу, чем вокальная речь, что тоже может быть отрицательным моментом, если мы планируем в конечном итоге перевести ребенка все-таки на вокальную, на звучащую речь. Ну и громоздкость системы, потому что если ребенок пользуется уже достаточно большими объемами карточек, и ребенок маленький, он таскает с собой в коммуникативную книгу или эту коммуникативную доску, это может быть просто не очень удобно на самом деле. Это вот картинка, иллюстрирующая применение ПЕКС. Система ПЕКС, она также относится к системе обмена карточек. У нее есть несколько особенностей в этой системе. Первая она заключается в том, что ребенок передает карточку в руки слушателя. Там детально прописан протокол, как ребенок это делает, как мы этому учим ребенка. И такая передача карточки, она способствует тому, что, во-первых, ребенок начинает требовать внимания коммуникативного партнера. То есть у него не возникает ситуации, когда он сидит просто в углу и показывает на карточку, в надежде, что его кто-то увидит. То есть он сам начинает проявлять инициативу для коммуникации, что для некоторых детей очень-очень важно. Система детально разработана, пошагово. И начинается с тренинга просьбы. Почему важно начинать с тренинга просьбы, я уже проговаривала. Для системы часто характерно значительное улучшение вокальных навыков. Как раз это может быть следствием того, что обучение начинается с навыка просьбы, и есть дополнительный тренинг эхо-навыков. То есть ребенка тренируют повторять. Повторять и просить. И в конечном итоге многие дети все-таки переходят на этой системе к вокальной звучащей речи. И в сравнении с другими системами, система PECS более перспективна, потому что там продумано значительно большее количество этапов. И есть не только просьба, но и такие этапы, как комментирование, ответы на вопросы и так далее. Так, это еще одна иллюстрация системы PECS. Еще один вид алфавитной коммуникации – это письмо, печать. Алфавитная коммуникация – это общение путем последовательного указания или печатания, или письма, букв, составляющих слова. Часто ее очень используют люди, которые имеют нарушение слуха, ДЦП, травматические поражения головного мозга. Часто очень хорошо эта система подходит ребятам с аутизмом, если у них есть гипералексия. То есть они фиксированы на цифрах, на буквах. Им это просто очень нравится. Они, как правило, этой системой начинают охотно пользоваться. Сюда же относится система облегченной коммуникации. На самом деле система очень спорная. Еще называется коммуникация с поддержкой. Это когда человек пишет, печатает или указывает на буквы не самостоятельно, а с поддержкой помощника, который направляет его руку, кисть, палец и так далее. Или вообще рукой помощника делает. Ну и такая поддержка позволяет невербальному человеку использовать слова, которые он уже освоил, но не может самостоятельно использовать из-за общей апроксии. Напомню, что апроксия – это нарушение целенаправленных движений и действий при сохранности составляющих их элементарных движений. Сторонники метода облегченной коммуникации говорят, что с помощью этого метода многие ранее невербальные люди с нарушениями развития показывают практически нормальный уровень вербального функционирования вот за счет именно такого способа. Но в то же время большинство исследований смогли доказать, что именно помощник, как правило, является тем, кто печатает. И только в очень небольшом количестве случаев удалось доказать, что человек, который пользовался такой коммуникацией с поддержкой, что именно он мог общаться таким образом. Так что метод на самом деле облегченной коммуникации очень спорный и пока практически не доказанный. Преимущества алхивидной коммуникации. Интерес к буквам и цифрам при расстройствах аутистического спектра, то, что я уже говорила, обучение письму может привести и к улучшению речевых навыков. Мы можем использовать, например, слова, как подсказки для просьбы, называния предметов, диалога. В моей практике вот сейчас я веду группу с несколькими подростками, имеющими такие расстройства. И в качестве подсказок, например, для ведения диалога, я использую напечатанные слова или какие-то фразы-шаблоны напечатанные. И это очень помогает ребятам. Они уже практически освоили весь арсенал фраз, которые я могла им вот таким образом предоставить. Ну и для детей с аутизмом часто именно написанные стимулы могут быть эффективным инструментом, о чем я уже сказала, потому что буквы и цифры могут являться подкреплением для ребенка сами по себе. Выбор формы реакции. Ну напоминаю, что вокальная речь – это, конечно, наиболее предпочтительная форма реакции, поэтому мы всегда прилагаем усилия к развитию именно вокальной коммуникации, прежде чем рассматривать применение альтернативной или дополнительной коммуникации. И чтобы оценить вероятность формирования вокальной речи, мы прежде всего оцениваем репертуар их аналогов, то есть какого количества и качества слова, звуки может повторить ребенок, если у него вообще навык повторения за нами. И если какие-то продолжительные попытки развить вокальную коммуникацию через просьбы на именование нам не удаются, то я все-таки настаиваю на том, что мы должны подобрать ребенку возможность применения системы альтернативной коммуникации, чтобы не оставлять его без возможности общения. Как выбрать альтернативную или дополнительную систему? Ну, прежде всего исходить из особенностей, которые мешают ребенку освоить вокальную речь. Например, при выраженных моторных трудностях, ДЦП – травматические поражения. Когда сложный мышечный контроль, который нужен для вокальной речи, для языка, жестов, для письма, может быть недоступен, вероятнее всего мы будем выбирать системы, основанные на выборе стимулов. То есть это системы, основанные на выборе карточек, может быть использование в дальнейшем электронного коммуникатора, и может быть даже рассмотрим облегченную коммуникацию, если человек уже грамотен, и мы можем контролировать поведение помощника. Если к нам обратился, например, невербальный ребенок, который не умеет читать, у него при этом нет выраженных моторных нарушений, то выбор будет вероятный между системами коммуникации с помощью карточек, может быть ПЕКС, и языком жестов. Ну и конечно, во всех случаях выбираем и учитываем индивидуальные особенности и ребенка, и семьи, потому что для того, чтобы ребенок активно пользовался системой коммуникации, должны быть люди, которые ее поддерживают. Иначе система будет нефункциональной, она не будет выполнять вообще свое основное назначение, и ребенок ее применять не будет вне вашего кабинета. Ну и возможен выбор смешанной системы коммуникации. Я такую тоже видела. Например, девочка ко мне недавно обратилась, она уже достаточно большая. При общении с ней мама использует элементы языка жестов, а сама девочка общается с помощью карточек ПЕКС. И современные тенденции в настоящее время, как правило, выбирают системы альтернативной коммуникации с помощью карточек ПЕКС, так как взрослым проще понять человека, если он к ним обращается с помощью этой системы. И нет необходимости специально учиться, чтобы понимать. Но в то же время язык жестов принципиально наиболее близок к речи и имеет наибольшее преимущество при наименьшем количестве недостатков. Так что системы альтернативной коммуникации ПЕКС сейчас пользуются наибольшей популярностью, но наиболее близок к структуре вокальной речи именно язык жестов. Мой короткий доклад закончен. Я надеюсь, что я помогла вам выделить основные коммуникативные системы и обосновать значимость их введения. Связаться со мной можно во всех социальных сетях, в Фейсбуке, ВКонтакте. Меня можно найти по имени и фамилии. Можно написать мне в Инстаграме, если у вас есть какие-то вопросы. И я веду канал на Яндекс.Дзен, он так и называется, Елена Баклановская. Там я иногда что-нибудь пишу или записываю короткие видео. Если у вас есть вопросы, я буду рада ответить. А вопросов нет. Так, уважаемые коллеги, наверное, всем все понятно. Я очень рада. Спасибо, я рада, что вам понравилось. Дорогие друзья, давайте поблагодарим нашу сегодняшнюю ведущую за замечательный доклад. Через минуту я выдам всем сертификаты и напишу в чат ссылку, по которой вы можете их получить. Одну минутку. Я чуть-чуть не успел это сделать. Прямо во время вебинара. Это займет буквально уже полминуты. Никак не больше. Закачиваем. И... Выделяем и выдаем. И отправляем на почту. Вот. Ну и мне осталось разместить вот эту вот ссылку для тех, кто хочет приобрести сертификат. Перед тем, как... Вот. Эта ссылка. Я надеюсь, что она сработает. Уважаемые друзья, у меня тут скопилось некоторое количество вопросов от людей, которые заплатили, но у них не появилась возможность скачивания. Пожалуйста, дожидайтесь некоторое время. Иногда срабатывает оплата буквально через минуту, а иногда требует несколько часов. Поэтому, прежде чем мне писать, пожалуйста, просто подождите несколько часов. 2-3 часа, как правило, оплата доходит, и кнопочка «Скачать» становится активной. Вот. Ну и последняя моя просьба для тех, кто смотрит нас в записи. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки нашим роликам, потому что чем больше вы поставите лайков, тем больше людей других посмотрят наши ролики. Так работают алгоритмы Google.